Игорь Ермолаев Игорь Ермолаев Игорь Ермолаев Мы на машине проехали По всем малым речкам Всем речкам, где Из воды выходят граниты Сняли 20-минутный фильм Это раз Второй раз У меня был друг И я ему предложил, знаешь что Вот давай сейчас вот выйдем На улицу Возьмем с собой Немножко денег Сколько есть, так Сядем в ближайший автобус По области И поедем Не имеет значения Как и куда, понимаете А потом Вот сколько хватит денег Вот будем ночевать У людей попросимся Или там где-то на ферме Или на север Да где угодно можно было И вот тут он испугался А я А я один не решился Понимаешь И до сих пор себя корю А вот ты один Всегда решительно можешь пойти Как тебе это удается Как по Украине Можно путешествовать Расскажи людям Вы знаете У меня сейчас С 2008 года Я задумал Такой интересный проект Можно сказать Журналистский проект Малой жемчужины Украины Дело в том Что в основном Украина показывает Львов, Одесса, Киев Но есть множество Маленьких, небольших Вот таких городов Которых в каждом Есть своя жемчужинка Где-то древний костел Где-то древний замок Где-то могила Какого-то уникального человека И они не менее красивые Не менее прекрасные Это все история Украины Ее надо знать Ценить Изучать И даже более скажу Многие из этих объектов Разрушаются И я подумал Что мои фотографии Могут Может быть в будущем Способствовать Делу реставрации Понимаете Этих вопросов Кстати так и оказалось Вот например Замок в Помарянах У него обрушилось Целое крыло Но остались мои фотографии Возможно фотографии Других фотографов И рано или поздно Конечно Украина должна стать Туристическим центром Для Европы И естественно Станет вопрос О создании Вот всей этой Туристической инфраструктуры Реставрации Этих памятников И возможно Мои фотографии Поможут этому Собственно говоря Вот принес Целую подборку Вот таких вот Интересных Малых Объектов Храмов Церквей Замков И мы можем Посмотреть Давайте посмотрим Малых 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Ну кто мог подумать, что... Неужели это все Украина? Это Украина. Как вы видите, это действительно у нас замечательная, интересная страна. Не хуже Европы. У нас просто нет инфраструктуры. У нас нет соответствующей, так сказать, подачи этого всего. Мне было очень интересно путешествовать там. Очень интересно фотографировать. Мне помогало множество людей. Я вам скажу так, у нас очень замечательные люди. Ну вот назови, ну здесь не хотелось прерывать этот великолепный сюжет. Назови просто области, в которых ты снимал. На вскидку. Ну здесь и Тернопольская область, и Львовская, и Ивано-Франковская, и разумеется Крым, который я считаю частью Украины. И Киевская область, множество. Чернигов, Донецк, все это. Донецкая, да, область, да, тоже есть. Ну это естественно, потому что все-таки влияние, ну, европейской архитектуры, особенно на западную часть Украины, было во все времена очень значительным. А вот один раз я решил поехать на один фестиваль заграничный, в Польшу, да, я как залез туда в интернет и посмотрел, как виза, в Польше нужна виза. И мне, я так все это делаю, а потом думаю, да, ладно уж, без фестиваля обойдюсь, потому что уж очень это трудно. Но подскажи, сейчас как раз идет разговор о безвизовом режиме, как прорываться, как визу добывать? Ну о том, как прорваться, мы говорили только законным способом. Я вам скажу так, действительно, вот постоянно идет эта задержка с безвизовым режимом под лозунгом «Потерпите вот-вот», и Украина сделала еще один шаг. Ну, скажите, как долго идти шагами, если от Николаева, от Киева, допустим, до Берлина? Очень долго. Мы, прежде всего, должны строить Европу в Украине, и тогда она с радостью нас примет, потому что, конечно, вот эта вечная проблема под названием «Как украинцев в Европу пускали, а это эпопея» может быть еще долго. Сейчас надо рассчитывать только, конечно, на себя на данный момент. Вы знаете, визу открыть – это не так тоже страшный черт, как его молюют, как я уже сказал. Прежде всего, набор полных документов, которые есть на сайте одного или другого консульства. Если вы его подадите, естественно, должны быть только подлинные документы. Любая ложь, она является основанием в отказе к визе. Тебя вносят в черный список, и неизвестно, получишь ли ты визу в какую-то и другую страну. К примеру, да? Да, конечно. Будешь невыездным. Но есть основные такие советы и даже забавные хитрости. И вот в одном из сюжетов, как бы так для себя делал на будущее, я решил их свести в один такой вот маленький клип. Он, я думаю, вызовет улыбку у нашего зрителя, но тем не менее он очень поучительный. Давайте посмотрим. Давай посмотрим. Давай. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о тонкостях получения виз. Для начала немного расскажу об официальных и законных. Вот, например, очень способствует получению шенгенской визы приглашение от гражданина, принимающей страны, страны с шенгенского соглашения. Хочу показать, как оно выглядит, кстати. Не все знают. Вот такой вот официальный документ. Самое интересное в этом документе, две вот такие вот маленькие отметки на обратной стороне, рядом с официальными печатями. Если у вас есть приглашение, обязательно проследите, чтобы они были. О чем они говорят? Это говорит о том, что принимающая сторона берет на себя как юридическую, так что очень важно, и финансовую ответственность за вас. Консульство, когда рассматривает вопрос о выдаче или не выдаче вам визы, будет обязательно смотреть их. Это для них принципиально важно. Как получать визы? Нюансы, связанные с этим? Советы, тонкости? Об этом мы еще поговорим. А сейчас я хочу рассказать два забавных случая, которые были действительно в жизни, и люди получили визы тех или иных государств с помощью маленьких хитростей. Случай первый. Все мы знаем вот такие официальные красивые буклеты разных стран, где на передней странице официальное лицо, будь то консул, президент, начальник по туризму, приглашает, пожалуйста, приезжайте, посетите, мы вас ждем. Так вот, один гражданин обратился с просьбой о получении визы и предъявил в качестве приглашения титульный лист вот такого вот туристического буклета. И самое интересное, что он с помощью опытного адвоката сумел доказать, что это является официальным приглашением и получил вожделенную визу. Теперь я расскажу об одном интересном случае, о котором мне рассказали друзья из Академии Вольных Путешествий. Дело в том, что получить визу в Австралию весьма непросто. Один москвич решил схитрить таким способом. Он путешествовал по Юго-Восточной Азии, и когда он был в Индонезии, обратился в консульство Австралии в Индонезии. Это, кстати, одна из хитростей получения сложных виз, об этом у нас еще впереди будет долгий разговор. Это очень интересно, но суть сейчас не в этом. Чтобы надежно получить визу, кроме нескольких официальных документов, как-то паспорт, страховка и так далее, он привез с собой 2 килограмма старых документов всей своей жизни. Там были и награды за какое-то пионерское движение, комсомольские вымпелы, победа в социалистическом соревновании, победа в КВН, театральных каких-то еще кружках. В общем, полный набор всей своей жизни с дипломами, печатями, которые, конечно же, не имели никакого отношения к туристической деятельности. Но дело в том, что когда работники консульства увидели эту папку, по слухам, они обалдели настолько, что они выдали ему эту австралийскую визу. Возможно, среди сотрудников консульства оказались люди с чувством юмора. Так это или иначе, а австралийская виза была получена. Какой вывод можно сделать из этих двух интересных, забавных историй? Дерзайте, пробуйте, нет ничего невозможного. Самую сложную визу можно обойти. Смекалка в путешествии – дело очень важное. Путешествуйте с умом. Ну вот, а теперь вот хорошо, все визовые препятствия прошли. Попадаешь ты в какую-то европейскую страну, продвинутую. Но вот я знаю, к примеру, что если в Николаеве, вот как-то я один раз при хорошем холоде остался, поздно вечером в начале ночи на улице, да, ну так получилось как-то, хороший морозец был, я просто не знал, куда себя деть, а если поспать, ну, наверное, бы я поехал на вокзал, а если бы денег не было на тот же троллейбус или монструйскую, как переночевать в цивилизованной европейской стране? Да, это действительно проблема, потому что цены в Европе заточены под их зарплаты. Увы, а зарплаты там идут от 700-800 евро, поэтому ночлег самый недорогой, ну, это, скажем так, около 15-20 евро. Есть некоторые хитрости, как это можно еще удешевить, но это будет, можно, тема отдельной передачи. В данный момент я чаще всего пользуюсь так называемым каучсерфингом. Каучсерфинг? Каучсерфинг, да. Это такое вот сообщество, назовем так, вольных путешественников, которое было создано, если не ошибаюсь, в 98 году прошлого века, в 1998 году. И его цель была максимальное улучшение контактов между путешественниками. То есть, это не главное, чтобы переночевать, а это вот именно пообщаться больше, узнать историю той страны. Обычно каучсерферы, так называемые, они проводят экскурсии по тому городу, где находятся. А вообще, вот я еще так скажу, наиболее универсальный совет, вот если вы просто попали в какую-то беду, ну, нигде, ни каучсерферов нет, ни отелей, ничего. То в большом городе ищите самое бедное жилье, а в сельской местности ищите самое богатое жилье. Насчет богатого. Идете и проситесь. Богатые просто отзывчивее будут, да? Это вот я говорю, в зависимости от психологии, менталитета жителей крупных городов и села. Вот я говорю, советую. Понятно, вот такой совет. Да, вот такой совет универсальный, потому что если стоит вопрос о жизни и смерти, у меня бывали такие ситуации, то это надо просто идти к местным жителям, во-первых, вежливо, культурно, просить о помощи. Ну, бывали такие случаи. И никогда люди не отказывают. Важно просто это делать с умом. Сюжет есть на эту тему? Да, да, есть. Я только вот как иногда отдыхаю на природе, но стараюсь опять же отдыхать с пользой. Беру с собой видеокамеру, там покупался, отдохнул, поставил видеокамеру. Пришло вдохновение, муза, что-то рассказал для будущих поколений, что ли. И вот есть сюжет как раз я о каучсерфинге. Давайте посмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте сегодня немного поговорим о каучсерфинге. Кто не знает, это мировая система поиска друзей, попутчиков, ночлегов, интересных событий, развлечений в разных странах мира. Люди переписываются на специальном сайте, оставляют свое резюме. Я состою в этой системе уже три года. И хотел бы поделиться некоторыми впечатлениями о ней. Во-первых, хотелось бы сказать, что система очень хорошо продумана. Случайные люди там не задерживаются. Люди, у которых проблемы с поведением, непорядочные люди тоже. Дело в том, что после каждого посещения каучсерфером своего, так называемого хоста, или наоборот, если ты принимаешь человека, то он оставляет о тебе отзыв. Если отзыв будет отрицательный, естественно, твоя репутация будет безнадежно испорчена. Поэтому, кто побаивается ночевать у совершенно чужих людей, не бойтесь. Существует вот такая вот универсальная защита. Насколько я знаю, за все время существования каучсерфинга зафиксирован только один случай небольшого сексуального домогательства какого-то иностранца к нашей женщине. Но это вот единственный случай. Когда начинать искать своего хоста, то есть человека, который тебя примет на ночлег, покажет город. Приблизительно я рекомендую это начинать делать за месяц, ну, может быть, за три недели. За это время приблизительно ты получишь достаточное количество ответов, некоторые из которых могут вполне удовлетворить твоим условиям. Помните о том, что написав письма 10 людям, в лучшем случае вы получите ответы от двух из них. Постарайтесь быть интересным для вашего каучсерфера. Ведь эта система создана прежде всего не для того, чтобы сэкономить деньги, а для того, чтобы лучше узнать страну пребывания по ее людям, по ее обстановке, по том, как люди живут, учатся, работают, создают семьи. Ты это все видишь изнутри, ты живешь вместе с этими людьми дома, помогаешь им по хозяйству. Они в чем-то помогают тебе, рассказывают интересные вещи, интересные места, водят по городу. Важно, что это все делается бескорыстно, без денег. Но я рекомендую всегда приходить не с пустыми руками, наполнять холодильник своего хозяина, помогать по хозяйству, где возможно. Очень важно, если написали тебе, обязательно отвечать вежливо, культурно. Даже если ты не можешь принять человека, напиши, объясни, в чем дело. Это всегда будет приятно другому. Я провел довольно большой и глубокий анализ отрицательных отзывов о других людях. Так вот, большинство их не о том, что кто-то украл там серебряную ложку, образно говоря, а то, что не пришел, когда договаривались. Понимаете, я по себе знаю, очень важно точно выполнять все, о чем договорились. Если в определенное время ты должен подойти к вокзалу, ты должен подойти к чубе-то тебе не стоило. И вот еще одна такая небольшая, но полезная тонкость. Обязательно привезите какие-то сувениры человеку со своей страны. Я понимаю, что рюкзак тяжелый, нет места. Придумайте. Существует множество сувениров, которые занимают мало места, но они могут быть ценные и интересные. Это и юбилейные монеты, и купюры, маленькие небьющиеся сувенирчики, выемпелы, футболки, флаг вашей страны. Это такой незначительный, но добрый нюанс, который оставит о вас и о вашей стране самое лучшее впечатление. Расскажу об одном забавном случае, который у меня был. Каучсерфер, которого я жил на Кипре, коллекционировал спиртное. И у него была традиция, от каждого гостя бутылка национального спиртного в подарок. Стоит такая батарея, бутылок 200. Ну, я ему привез тоже нашу украинскую горилку с перцем, он был очень довольный. Ну, а вообще в каучсерфинге не приветствуются алкогольные возлияния. Обычно это все люди не пьющие, придерживающиеся здорового образа жизни. Еще одна очень важная деталь. Заранее узнавайте адрес человека, к которому вы едете. Узнавайте, как добраться до его дома. Код внешней двери. Потому что бывают случаи, когда телефон разряжен. Бывают случаи, когда нет связи. И ты можешь просто остаться на улице. У меня был вот подобный случай. Доверился человеку, взял только телефон. Телефон не работает, кодовый замок. Все, ты не можешь попасть в квартиру. Совершенно случайно сосед меня запустил, который знает этого итальянца. В каучсерфинге много таких интересных нюансов и тонкостей, которые позволяют сделать ваше путешествие более комфортным и интересным. Всех здесь не расскажешь. Мы еще вернемся к этому в наших дальнейших репортажах, наших дальнейших контентах. Всего доброго. Игорь, так это наука такая. Это наука. И очень сложно за пять минут рассказать свою науку. Но я вам скажу, она очень популярна среди молодежи. Я вижу в ней большое будущее. И это послужит контакту между людьми разных национальностей. Вот ты знаешь, Игорь, из последнего сюжета, ну вообще они все хорошие, а вот из последнего сюжета мне понравилась больше всего твоя рекомендация, что когда приезжаешь из путешествия, надо обязательно кому-то привезти и подарить сувенир. Вот эти камешки, у нас уже это третья передача, три передачи, они у нас лейтмотивом находятся на столе, ты о них рассказывал, все на свете. Но, Игорь, мне больше нравится вот этот камушек. Ну так мы сейчас говорили о сувенирах. Так может, пока и будет у вас сувенир? Я тебе выйду на это дело совершенно непроизвольно, не стесняясь. Вы знаете, что ты спрятал, то пропало, что ты отдал, то твое. Это коралл в Красного моря, я вам желаю оказаться на его берегах и всячески помогу. Спасибо тебе большое, Игорь. Дай бог тебе, так как это называется у путешественников, там у моряков, там это что-то подкилил. Семь футов подкилил. А у вас, чтобы у тебя было... Хороших людей на моем пути. Как можно больше. Спасибо, что ты все это рассказывал. Путешествуй и привози все свои материали к нам, а мы обязательно их с тобой вместе покажем. До свидания. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова